Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Веснушка, привет! Ой, наконец-то ты встала! А у меня как раз и чаёк готов И плюшки ещё остались Давай, подставляй кружку Здравствуй, Кипитоша Что-то мне ничего не хочется Даже варенье У меня сегодня настроение плохое Ну, если тебе даже варенье не хочется Значит, действительно случилось что-то серьёзное Плохого настроения без причины не бывает И кто же тебе поможет, как не твой лучший друг? Ну давай, рассказывай скорее Да нечего мне рассказывать Мне просто грустно, безо всяких причин Ну, разве что потому, что меня мама с утра отругала Если мама тебя отругала Значит, ты сделала что-то не то Мама никогда не ругает просто так Ты это знаешь А вот и нет Ничего я не сделала Я только проснулась А мама мне сразу про уборку начала говорить И про то, что комната моя напоминает пещеру неандер... неандер... ну, в общем, древних людей, которые ещё до нашей эры жили Неандертальцев Знаешь, а я всегда мечтал побывать в гостях у пещерных людей Может, мы их навестим, а? Посмотрим, как выглядит настоящая пещера доисторического человека Развеемся Давай, ну... Ты ж помнишь про моё волшебное свойство? Я умею переноситься в любое место Спасибо, Кипитоша, но только не хочу я в пещеру И вообще ничего не хочу Я вот тут сяду у окошка и буду сидеть целый день Даже вот в школу не пойду Ну, скажи, Кипитоша, ну почему я должна ходить в школу, если я и так всё знаю? Так-так-так... Это что-то новенькое Когда ты решила, что знаешь больше учителей? Даже по такому сложному предмету, как математика Математика До вчерашнего дня это был мой любимый предмет А вчера мне учительница двойку поставила Вот просто так, ну ни за что Я всего лишь один разочек ошиблась, когда пример у доски решала И ответ у меня неправильный получился А мне, Марья Сергеевна, сразу два Да ещё и в дневник Это... это несправедливо А тут ещё этот Колька А Колька-то что сделал? Вы же всегда с ним друзья были, не разлей вода Или он тебе ещё одну двойку в дневнике нарисовал, чтобы первой не скучно было? А он мне сказал Ну и балда же ты, Веснушка Такой лёгкий пример не смогла решить Знаешь, как мне обидно было? Вот мы и разобрались, из-за чего ты хандришь Из-за того, что мама заставила тебя сделать уборку в твоей комнате Из-за вчерашней двойки и из-за Кольки, правильно? Так, ну что ж, давай теперь подумаем, как бы нам твоё настроение улучшить Никак Вот если бы можно было сделать так, чтобы эти проблемы взяли и сами собой куда-нибудь делись Например, таблетку какую-нибудь волшебную проглотить И сразу всё хорошо Жалко, нет такой таблетки Ну, вообще-то есть один способ Я сегодня с котом учёным беседовал Он же у нас не только поэт-песенник, но и известный врачеватель Так он мне рассказывал о своей методике преодоления трудностей Которую по его совету практикуют некоторые жители Лукоморья Только не слишком мне этот метод по душе А что это за метод такой? Что-то новенькое? А вдруг это именно то, что мне сейчас нужно? Ты лучше сама у него спроси Тем более, что учёный кот рано утром заглянул к нам в гости Да-да Сказал, что утомился, что ему срочно нужен отдых И попросился вздремнуть в шкафу Так, срочно пойду его будить Учёный кот! Котик! Это я, Веснушка! Ну, просыпайтесь скорее! Подъём! Уходите, не мешайте Я в отпуске У меня выходное И всем остальным передайте нет меня Я уехал в тёплые страны Или даже на необитаемый остров Как это тебя нет, если ты есть? Я же тебя вижу! Ну, вставай же скорее! Мне очень нужна твоя помощь! Веснушка, ну тебе-то я зачем понадобился? Я же спецоально к вам пришёл, чтобы отдохнуть Замучили меня уже все Ни днём, ни ночью покоя нет И всё потому, что кто-то сболтнул Что я могу заговорить любой недуг А я же не врач Я поэт Я сказки могу рассказывать Колыбельные сочинять Ну, в психотерапии немного разбираюсь И всего-то Котик, у меня самый страшный недуг в жизни Кипитоша сказал, что только ты мне и поможешь Ну, спаси меня скорее! Ну, пожалуйста! Ага, значит, слава обо мне Как о врачевателе уже разнеслась По всем мирам И вашему, и сказочному Это хорошо Скоро я стану всемирно известным И мне Нобелевскую премию дадут И пригласят работать в самую лучшую медицинскую клинику Ну, хорошо, Веснушка Только ради нашей дружбы На, вот, держи Что это? Так это же очки А зачем мне очки? Я и без них хорошо вижу Ты ничего не перепутал? Кто перепутал? Я перепутал? Нет, девочка Смотри, это не простые очки Вот на денег Сама все сразу поймешь Ну, хорошо, надеваю Ой, как интересно Мир сразу весь розовый стал И веселый Ой, как красиво все Кипитош, ты только глянь Моя комната вмиг преобразилась И не видно, что в ней беспорядок И настроение у меня сразу улучшилось Вот спасибо тебе, милый котик Хочешь, я тебя сметанкой угощу Вот, держи целая банка Кушай на здоровье Ой, Кипитоша Какая я счастливая Все у меня теперь хорошо Я, конечно, очень рад, что ты уже не грустишь Только мне кажется, пора бы тебе наконец прибраться И сделать домашнее задание По той же математике, например Или опять получишь сегодня двойку Ну и пусть Хотя я вообще в школу не пойду И пусть Колька без меня сидит за партой Пусть портфель неподъемный с книжками таскает И домашние задания делает А я буду мультики целыми днями смотреть И во дворе гулять И пусть мне все завидуют Чему же тут завидовать, если ты неучим на всю жизнь останешься И вообще, мне кажется, это скучно Целый день мультики смотреть И во дворе одной гулять, пока все в школе Да и мама тебя ругать будет А я ей все объясню И она меня поймет и поддержит Она всегда меня поддерживает А одной мне, может быть, совсем и не скучно будет Тем более, что у меня есть ты Спасибо, конечно, что ты считаешь меня другом Только мне совсем не хочется, чтобы ты из-за какой-то глупости Лишилась всех остальных друзей Веснушка, ну ты же не будешь всю жизнь в розовых очках ходить А как только ты их снимешь, сразу увидишь Что и в комнате у тебя беспорядок И сама ты с утра не умывалась и не причесывалась И школьная форма еще не глажена А если ты сегодня же не исправишь вчерашнюю двойку У тебя в четверти выйдет трояк И все вокруг решат, что ты не одна из лучших учениц в классе А троечница И к тому же трусиха Получается, Колька был прав, что тебя балдой назвал Никакая я не балда И ничего я не боюсь А математику я лучше Кольки знаю Он сам у меня постоянно спрашивает, что и как решить Я один разочек всего ошиблась К тому же я уже вчера все повторила И теперь не ошибусь Только мне все равно обидно Я же его настоящим другом считала А он вон со мной как Наверное, он не со зла тебе это сказал Он за тебя переживал, когда ты у доски стояла Знаешь, как бывает Так волнуешься за человека Так переживаешь, что в сердцах его невольно и обидеть можешь Ты думаешь? Может быть Тем более, что после уроков Он хотел меня домой проводить И даже портфель помочь донести Но я отказалась А может он прощения попросить хотел? Конечно, хотел И вообще, слишком уж ты, Веснушка, обидчивая Нужно уметь прощать друзей Кто ж тебе тогда в трудную минуту поможет Если ты будешь по каждой мелочи гобы дуть? Наверное, ты прав, Кипятош Значит, я сейчас быстренько собираюсь И иду в школу А на математике первая руку подниму Пусть меня к доске вызовут Правильно А если перед уходом успеешь убрать в своей комнате Порадуешь еще и маму Представляешь, как ей будет приятно Когда она вернется с работы А ты все-все сделала, как она просила Да, я так и сделаю Только что же мне делать с розовыми очками? Получается, они мне совсем не нужны? Мне их выбросить, что ли? Знаешь, мне кажется, не стоит разбрасываться Магическими предметами Розовые очки тебе еще пригодятся Например, когда на улице проливной дождь И настроение может испортиться И без видимой причины Тогда ты их наденешь И увидишь, что дождь поливает деревья Из лужиц пьют птички А на небе после дождя бывает радуга Точно Но тогда выходит, что ученый кот мне ничем не помог Кто же мне великий врачеватель? Интересно, а он у всех так лечит, как меня? Ну-ну-ну, Виснушка, ну зачем ты так? Если ты подумаешь, то сама поймешь, что помог тебе именно наш котик Например, тем, что с помощью розовых очков дал тебе понять Что проблемы нужно решать самой, а не закрывать на них глаза Верно Надо будет поблагодарить его еще раз И передать с собой баночку деревенской сметаны Ну и тебе спасибо, Кипятоша Ну что бы я без тебя делала? Ну, без меня у тебя чай точно бы не получился таким вкусным Я ведь не только твой лучший друг Но и лучший чайник Ну давай чашки плесну Кипяточку Новые приключения Веснушки и Кипятоши Продолжение следует